Зять Елены Бакановой работает на четырех работах. Золотой муж и отец, говорит женщина, содержит семью, где растут трое сыновей. Вот только за годы семейной жизни не получается решить жилищный вопрос. Несколько лет семья рассчитывает на сертификат по программе «Молодая семья». Дочь прописана вот у нас, там жить невозможно, на 45 квадратов со мной проживает простарелый отец, ну муж мой и ихняя семья, и поэтому 9 человек это практически сколько там получается людей, это невозможно жить. Сумма, на которой выдается сертификат, вполне приличная для частичного погашения ипотеки. От 800 тысяч рублей до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Еще 10 лет назад молодым семьям в краевой столице выделялось порядка 800 сертификатов в год. Наступил кризис и финансирование снизилось. Администрации города Барнаула ежегодно на реализацию программы выделяется 38 миллионов рублей. В этом году финансирование программы не сокращено. Но планируется выдать не менее 26 сертификатов. Программа «Молодая семья» датируется из бюджетов всех уровней. Но, как заявляли участники акции протеста, местные власти не всегда ответственно подходят к реализации программы. Например, в 2017 году средства из федерального бюджета Барнаулу выделены не были, потому что вовремя не оформили заявку, говорят пикетчики. В 2017 году средства из федерального бюджета выделены, к сожалению, на город Барнаулу не были. Мы таким образом потеряли долю финансирования и лишились в среднем. От 10 до 20 семей не получили сертификаты, ввиду того, что просто не была подана заявка в срок. Молодые семьи подписали резолюцию в адрес главы города Сергея Дугина. Увеличить финансирование программы и выдать не менее 500 сертификатов в год. А в идеале вернутся на уровень 2012-го, когда выдавали 940 сертификатов. Об этом просили 25 представителей молодых семей, которых в очереди 24 тысячи. Ну, если сидеть дома на диване, то, конечно, ничто не изменится. Да, Настя? Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости.